МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире деловые новости. В студии работает Владимир Беляков. Власти Турции увеличили размер пошлин на ряд импортируемых из США товаров, в том числе автомобили, алкоголь и табак, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официальный правительственный вестник. По его данным, в соответствии с подписанным президентом Таипом Эрдоганом указом, пошлины на легковые автомобили были повышены на 120%, на алкогольные напитки на 140%, на табак на 60%. Кроме того, увеличился размер тарифов и на другие товары, включая косметические изделия, рис и уголь. Вице-президент Турции Фуат Октай отметил, что данные меры были приняты в ответ на преднамеренные нападения со стороны администрации США на турецкую экономику. Напомним, президент США Дональд Трамп 10 августа утвердил повышение вдвое пошлин на сталь и алюминий в отношении Турции. ТАСС передает, экономические проблемы Турции никаким образом не связаны с действиями Вашингтона по отношению к Анкаре, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Экономические проблемы начались не после того, как мы ввели санкции против двух физических лиц в Турции, сказала она. Ранее президент Турции Таип Эрдоган заявил о планах бойкотировать электронную продукцию производства США. Он указал, что США надо понять, что они наделали, потому что Турция себя обеспечит. Он также снова призвал население менять доллары на турецкую лиру для стабилизации ее курса. Лондон не будет вводить санкции против Тегерана, как того требовал Вашингтон, сообщает известие. При этом мы готовы обсуждать с администрацией США сотрудничество по действиям Ирана, которые вызывают беспокойство обеих сторон, заявили в пресс-службе МИД Великобритании. В форин-офисе подчеркнули, что Соединенное Королевство и дальше будет соблюдать условия по ядерному разоружению Ирана, и намерена защищать от американских санкционных мер компании, которые работают с Тегераном. ТАСС передает, оборонный бюджет США на 2019 год делает вновь актуальную атмосферу холодной войны. Такое мнение газете China Daily высказали китайские эксперты. Аналитики отмечают, что язык, используемый в документе, создает опасный прецедент, воскрешая паранойю холодной войны, что ведет к возможной гонке вооружений, региональной напряженности и недоверию в глобальных отношениях, указывает издание. То, что США рассматривают Китай и Россию в качестве главного вызова своим стратегическим интересам, уже напоминает о холодной войне. Но в этот раз также делается предположение, что Китай обладает потенциалом, достаточным для того, чтобы занять место бывшего Советского Союза, как соперника США по всем направлениям, отмечают эксперты. Вена, Мельбурн и Осака в 2018 году были самыми комфортными для жизни городами, считает исследовательское подразделение «Экономист». Впервые за 7 лет во главе списка оказался европейский город Вена, пишет РБК. Критерии, по которым составляется индекс комфортности города, включают в себя уровень здравоохранения, стабильность и безопасность, развитие городской среды, образование, культурную атмосферу. До этого на протяжении 7 лет первое место в рейтинге удерживал австралийский Мельбурн. На третьем месте по комфорту оказался японский город Осака. Кроме Вены, в верхней части списка оказался лишь один европейский город – датский Копенгаген. Антирекордсменом списка стал сирийский Дамаск, занявший последнее место. Агентство составило также список городов, которые за год в наибольшей степени ухудшили свое положение в списке. Здесь антилидером стала столица Украины. За год показатель комфортности жизни в Киеве упал почти на 13%. Это были деловые новости. Всего вам доброго и до свидания. Генеральный партнер программы «Деловые новости» ТО «Торговый дром» Нуртас. ТО «Торговый дром» Нуртас. ТО «Торговый дром» Нуртас.